Коляска 3 в 1 Хаук Рапид 4 на канале Бан Бэби Здравствуйте уважаемые друзья! Сегодня у нас с вами на обзоре бестселлер от компании Хаук Коляска 3 в 1 Рапид 4 Также мы с вами опционально рассмотрим базу Isofix на которой можно установить автокресло И как обычно ссылку на магазин где можно купить эту коляску вы найдете внизу в описании Этот обзор мы начнем немного по другому В этот раз мы начнем обзор прогулочного блока Потом мы перейдем к люльке, автокреслу и к базе И дальше вы поймете почему решили делать именно так Итак, поехали! И вначале пару слов о бренде Компания Хаук это немецкая компания, это до сих пор семейный бизнес Сама компания была основана в 1923 году Это считается достаточно бюджетной или может быть среднеценовая категория Для примера вот эта коляска 3 в 1, которая у нас сегодня на обзоре По состоянию на сегодняшний день стоит 25 900 Ну считайте 26 тысяч рублей Согласитесь, в наше время это не так дорого И почему мы вдруг решили делать обзор начиная с прогулочного блока? У нас была такая логика Что впоследствии после того, как мама использует люльку Нужно начинать использовать прогулочный блок И обычно прогулочный блок плюс база это достаточно массивная конструкция В данном случае мы вам покажем, что этого можно избежать То есть после люльки и после прогулочного блока Коляски 3 в 1 или 2 в 1 Можно избежать покупки, допустим, легкой прогулочной коляски Это как раз тот самый вариант Мало того, что сама по себе коляска бюджетная Так можно будет еще сэкономить потом на покупке прогулочной коляски Итак, если я вас маленько запутал, то сейчас все будет понятней Давайте переходить к обзору Вес коляски всего 9,5 килограмм Согласитесь, это очень немного Но основная фишка этой коляски это, конечно, как она складывается Посмотрите Итак, достаточно одной рукой убрать капюшон И просто потянуть за лямбку Вуаля, коляска сложена Посмотрите, как компактно Чтобы разложить коляску, все делаем в обратном направлении Здесь есть блокиратор, который я оттягиваю И просто тяну ручку вверх Все, коляска готова к использованию Итак, давайте переходить, собственно, к самому обзору Сверху вниз, как обычно Сразу скажу, что здесь используется достаточно тонкая ткань Можно даже сказать, что это какой-то летний вариант Но на самом деле не бойтесь этого Потому что, допустим, зимой вы все равно будете ребенка или тепло одевать Или использовать зимний конверт Итак, капюшон имеет дополнительную секцию Благодаря которой можно его расширить Здесь есть клапан, который закрывает смотровое окошечко сзади В самом капюшоне сзади есть достаточно вместительный карман Капюшон можно вот так вот убрать совсем Если слышите, капюшон складывается щелчками Но не нужно нажимать никаких кнопок Все достаточно легко Ручка для мамы очень приятная на ощупь Она выполнена из резины И такая достаточно мягкая Сама ручка регулируется по высоте кнопками по бокам Единственное, мне кажется, что эта коляска не очень подходит для высоких Я, допустим, с согнутыми локтями при росте чуть больше метра семидесяти Могу спотыкаться Вот это учтите при выборе этой коляски Вот, если говорить еще про прогулочный блок Здесь, как у обычной прогулочной коляски, конечно, есть ремни безопасности Причем они имеют регулировку по высоте в двух положениях Есть плечевые накладки Есть также расширители Они сделаны для того, чтобы когда ребенок подрастет Чтобы сами ремни не давили по бокам ребенка Здесь есть дополнительные петли, через которые ремни можно протянуть Обязательно есть межпаховая перемычка Что очень удобно, чтобы ребенок не выскальзывал И бампер Единственное, по поводу бампера У него есть такая особенность Он очень удобно снимается Здесь удобная кнопка Но чтобы его снять, его нужно снять с обеих сторон С одной стороны просто нельзя Кроме того, здесь подножка регулируется по высоте Чтобы ее поднять, просто поднимаем вверх Чтобы опустить две кнопки по бокам Точно так же опускается в горизонтальное положение Сама спинка Здесь сзади кулисы, я нажимаю на нее и саму строку оттягиваю Сама спинка опускается под весом малыша Что еще здорово? Сами бока, они на самом деле закрыты от ветра То есть вы можете не переживать Малыша продувать не будет Ну и наконец самое важное, это конечно размер лежачего места Его длина составляет 84 см Ширина составляет 37 см И глубина сидячего места примерно 20 см Размеры конечно не самые большие, но я считаю достаточно вменяемые Очень долго можно будет использовать эту прогулочную коляску Что мне еще очень нравится в этой коляске Это то, как она трансформируется Допустим, я захочу установить сюда автокресло В принципе, прогулочный блок можно даже не снимать Достаточно просто достать адаптеры Адаптеры, надо сказать, тоже всегда с собой Они спрятаны здесь на раме Достаточно нажать на металлическую кнопку И все, и они выходят С одной стороны С другой стороны Точно так же нажал на кнопку Вот они выдвинулись Я беру автокресло И просто устанавливаю сверху Кстати, обращу ваше внимание Для того, чтобы установить автокресло Нужна третья точка крепления Смотрите, у нас есть два адаптера И третья точка крепления Это как раз бампер То есть бампер должен быть одет всегда Для того, чтобы установить автокресло Нужно просто вот этими упорами на автокресле Попасть на бампер И сами крепления зафиксировать Вот таким вот образом Согласитесь, очень легко и просто При том Смотрите, обратите внимание Допустим, вы перелезли в прогулочный блок Из люльки Ну, скажем, в 4-5 месяцев Теоретически В этот же период Вы можете еще ездить на автокресле Соответственно, вам не нужно снимать прогулочный блок Вы просто, допустим, взяли с собой автокресло Установили и поехали И все И можете использовать эти два блока одновременно Вот Ну, надо сразу сказать Что, допустим, когда вы используете люльку для новорожденного Кресло точно так же можно использовать Потому что адаптеры, они никуда не деваются Они всегда находятся на раме Просто надо будет установить сам бампер И еще момент Про само кресло я расскажу чуть попозже Но сразу обращу внимание Как легко кресло снимать Здесь есть фиксатор Я просто с тыльной стороны его нажимаю И все, снял с рамы Согласитесь, очень просто На самом деле, когда вы откроете коробку Вы обнаружите, что на раму Изначально будет одет именно прогулочный блок Чтобы начать использовать эту коляску с рождения Вам прогулочный блок нужно будет снять И установить люльку для новорожденного На самом деле, в инструкции вся эта процедура достаточно подробно описана Но согласитесь, лучше один раз увидеть Чем это все посмотреть на картинке Сейчас я вам постараюсь максимально быстро И в деталях рассказать, как это делать Капюшон нам не нужен Поэтому мы его будем убирать Чтобы его снять Достаточно просто сдвинуть его С одной стороны С другой стороны С крепежей И дальше он крепится только на липучках Просто надо будет снять липучки И все Дальше снимаем боковины прогулочного блока Все очень просто делается Достаточно просто вот эту пластиковую часть потянуть вверх И здесь вот эти пуговки, они перейдут в широкую часть Крепится по принципу, как картины вешаются на стену С другой стороны делаем точно так же Все очень просто Дальше нам нужно снять вот эту центральную часть Она на самом деле крепится очень просто Здесь есть две ленты на липучках Нужно их просто отстегнуть С одной стороны И с другой стороны После этого переходим к передней части Она достаточно просто крепится Вот таким вот образом С одной стороны И с другой стороны Итак, единственное теперь, что осталось снять Вернее, даже не снять, а просто протянуть Вот этот ремешок Этот, напоминаю, ремешок Он сделан как раз для того, чтобы складывать коляску Как это сделать? Вот здесь по бокам прогулочного блока Есть как раз окончание вот этого ремня Что нужно сделать? Нужно этот ремешок как бы вытащить из карабина Сейчас я это достану и покажу, как это выглядит То есть, посмотрите, здесь есть вот такой вот карабин И он цепляется сам за себя Просто вот через вот эту пластиковую основу он был закреплен Итак, теперь мы вытаскиваем его с одной стороны С другой стороны Все, прогулочный блок у нас снят И теперь нам нужно вот этот ремень Механизма сложения вернуть обратно Мы точно так же просовываем сюда Далее мы просовываем вот в это отверстие И как и было, цепляем самого за себя То есть Все, готово Как я говорил ранее, даже если я сниму прогулочный блок Я могу использовать раму вместе с автокреслом У нас также на раме остаются вот эти карабины крепления Я точно так же могу установить сюда бампер То есть, по такому же принципу Просто сверху ставлю и защелкиваю Согласитесь, все очень удобно И точно так же снимается Но теперь нам бампер уже не нужен Так как мы будем устанавливать люльку для новорожденного Для этого мы просто снимем И на эти же адаптеры установим саму люльку Вот так вот у нас выглядит люлька для новорожденного И устанавливается она на базу точно так же На те же самые адаптеры Достаточно просто попасть на каждый из них С одной стороны, с другой стороны Все, защелкнулось В принципе, чтобы меньше... Она и так достаточно крепко крепится Но чтобы меньше мама переживала Можно саму подножку поднять и упереть здесь в дно люльки Что касается люльки На самом деле она не без недостатков Допустим, здесь достаточно высокий борт Это очень здорово Но согласитесь, само отверстие в люльке достаточно большое И просится сюда какой-то дополнительный козырек Этого здесь нет Поэтому в случае ветра, дождя и так далее Мы рекомендуем использовать дождевик Потому что дождевик, во-первых, он защитит от воды Во-вторых, он защитит от проникающего ветра Сама накидка на люльку крепится по бокам на липучках А сверху на пуговках Вот таким вот образом Можно снять Чтобы опустить капюшон, нужно нажать две кнопки по бокам Опускается, надо сказать, он бесшумно Сейчас попробую его поднять механическим способом Да, точно так можно Единственное, будет издаваться такой треск, хруст Не знаю, что-то такое Также здесь есть дополнительный клапан Он прикрывает ручку для переноски Тоже очень удобно Сама люлька внутри сделана из комбинации материалов Сами борта, они сделаны из полиэстера Кстати, борта, они съемные Их можно снять Дно люльки сделано из арголита Кстати, сама люлька, она бескаркасная Она собирается и делается форма И ей придается за счет вот таких вот прутов-ротшивителей Вот, что касается матраса Матрас сделан из хлопка Кстати, сам матрасик имеет чехол И в случае необходимости Можно его снять и постирать Что касается размеров Длина люльки составляет 75 сантиметров Ширина 33 сантиметра И высота борта 20 сантиметров Сама по себе люлька достаточно бюджетная Это выражается в том, что и какие используются материалы Сама ткань, она достаточно тонкая Она двойная с внутренней стороны Она красная, снаружи черная В самом капюшоне сзади нет никаких окошек Допустим, для проветривания Она сзади крепится просто на липучке В принципе, эти липучки, конечно, можно снять И таким образом делать проветривание Кроме того, дно люльки не регулируется по наклону Вот, и вот тут имеются даже на самом деле Щели для проветривания Или для проникновения ветра Кому как угодно Сам капюшон на самом деле Выполнен из какой-то ткани Или может быть это пропитка И вода, она просто стекает с него И еще, в случае необходимости Сам капюшон, он крепится здесь С внутренней стороны до молнии В случае необходимости Капюшон можно снять и постирать Чтобы снять люльку Необходимо нажать две кнопки по бокам Вот здесь вот Очень удобно На самом деле, одновременно нажимаются эти кнопки И точно так же люльку удобно будет нести Потому что переносить за ручку будет тяжело для мамы Можно просто вот так поставить на бедро И вместе с малышом ее унести Тормоза здесь используются ножного типа Единственное, тут такой принцип Опускаются тормоза И сами усики тормозов Они должны попасть в тормозные цилиндры коляски Даже не коляски, а самих колес Вот, соответственно, если вы чувствуете, что тормоз не опускается Просто сдвиньте вперед или назад коляску Чтобы вот эти вот усики попали в соответствующие места Иначе вы просто поломаете сам тормоз Вот, что мы еще видим Здесь корзина достаточно большая Она открытого типа Дно сделано из арголита Диаметр колес Сами колеса у нас сделаны из каучука Они не гремят Достаточно плавный, мягкий ход Задние колеса 19 см Передние колеса где-то 17 см Передние колеса в случае необходимости Можно заблокировать или разблокировать Чтобы они крутились или не крутились Здесь вот есть соответствующий рычажок Вот так разблокировано Вверх поднять, все, заблокировано Итак, чуть подробнее поговорим о кресле На самом деле действительно это важно Ваш ребенок должен быть в безопасности в машине Итак, кресло устанавливается против хода движения Точно так же как в машине Само кресло имеет козырек Ручку для переноски Кроме того, обивка съемная В случае необходимости ее можно снять и постирать Что у нас еще есть? У нас есть подголовник для новорожденного У нас есть клин для новорожденного Который в случае необходимости можно убрать Понятно, трехточечные ремни с плечевыми накладками Чтобы их ослабить Нажимаете на серую кнопку и тянете их Чтобы затянуть малыша А потом, после того, как вы его пристегнете Просто тянете строкой И отдельно несколько слов о базе База на самом деле изофикс Она имеет три точки крепления Это упор в пол, так называемая нога И два крепления в систему изофикс Кроме того, база имеет три индикатора Которые вам помогут сориентироваться Правильно ли вы установили кресло и саму базу в машине Итак, один индикатор находится в ноге Таким образом, когда вы упрете ногу в пол Загорится зеленый цвет Индикатор переключится в зеленый цвет Сама нога, она фелископическая Следующий индикатор находится здесь В середине базы Когда кресло будет установлено Он переключится в зеленый цвет И еще один индикатор находится в самой системе изофикса Когда он защелкнется Вот этот красный огонек, он переключится в зеленый цвет Итак, давайте подытожим Сегодня у нас с вами на обзоре была коляска 3 в 1 Достаточно бюджетная Но бюджетная она больше по цене, чем по исполнению Потому что используется дорогая фурнитура Дорогие узлы, металл и так далее Да, может быть где-то ткани недостаточно толстые Но окей, все-таки цена около 26 тысяч Тем не менее, мы имеем очень крепкую, прочную коляску немецкого бренда Мы имеем безопасное кресло И очень удобную и практичную прогулочную коляску Которую вы сможете использовать очень долго И как обычно, специальный бонус для подписчиков канала Буан Бэби Необходимо подписаться при оформлении заказа Сказать, что вы участник YouTube канала И магазин по ссылке ниже вам предоставит скидку 5% И вот эта вот красотка в красно-черном спортивном дизайне будет ваша Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok